Если ты из Москвы, тебе уже есть 18, переходи по ссылке внизу, получай свой бесплатный пригласитель в наш ночной клуб Изи Москова. Я тебя встречу, и ты классно проведешь время. Сэндбокс в большом открытом мире и увлекательность, настоящее погружение в игру. Долгое время эти понятия были совместимы примерно так же, как дельфин и русалка из известной песни. По сути, до сих пор поженить их удавалось только ролевым играм из серии Готика и The Elder Scrolls. С тобой, Сади, это обзор новой игры. А вот у экшенов, которые честно пытались реализовать игровую песточницу, с этим каким-то не заладилось. Сколько бы они не заимствовали рулевых игр, это у них не получалось. И вот в этом году, а именно в 2011, на тот момент, 2012, наконец прорвало. Годы тренировок на двух частях Assassin's Creed и на Far Cry 2 того времени дали всходы. Новые игры в этих сериях получились такими, что про них теперь можно было говорить то же самое, что про Skyrim. Здесь хочется жить. Главный секрет успеха в Far Cry 3 в том, что здесь едва ли не впервые в сэндбокс-боевиках удалось породнить песочницу и увлекательный зрелищный сюжет. Раньше было что-то одно из этого было криво реализовано. Либо что чаще, то и другое хромало на обе ноги. В Far Cry 3 мы видим сценарий, который не приравнен к подобному изображению и не исчерпывается тремя строчками, а притягивает квас к экрану не хуже, чем, например, фильм Адреналин. Сравнение не случайное. История о том, как группа молодых людей поехала в отпуск на тропический остров, а в итоге попала в плен к местным пиратам и чуть не была поголовно продана в рабство. Точно так же полна безумия, эпатажа, харизма, юмора, самоирония, неуминуемой фантазии наркотиков разной степени тяжести. Если завязка еще вызывает вопросы, как трусоватый, впечатлительный, никогда не державший оружие в руках парень, без всякой подготовки начинает резать и метко стрелять направо и налево, не совсем понятно. То потом остается только восхищение следить за развитием событий. Доктор, обожающий кушать грибочки, слетевший с катушек бандит и его еще более кровожадный босс, мнимый агент ЦРУ, какие-то индейцы во главе с сексуальной разукрашенной татуировками девушкой, хипущие негры в очках, которые на все вопросы отвечают духе и дуб по пути воина, и чакры раскроются. Яркие полубезумные персонажи дополняются примером такими же миссиями. Пытаясь спасти своих друзей и родных, мы бегаем по минному полю, бежим из горящего дома, выбираемся из тонущего корабля, штурмуем тюрьмы, спускаемся в пещеры за галлюциногенными грибами, путешествуем по собственным видениям не хуже Макса Пэйна и жжем напалмом марихуаны. Но самое главное, что весь этот постановочный, безумный, балансирующий на грани между пропагандой наркотиков, постмодернизмом и самоиронией боевик вполне уживается с открытым миром, и как и раньше можно идти на все четыре стороны. На мой взгляд, по сравнению с Far Cry 2 и другими играми, в Песочнице мало что изменилось. Те же сочные декорации, куда очень хочется сбежать из петербургской и московской зимы нашего времени. Побычные задания, в духе отправив к праотцам того злыднее, развези груз или убей как можно больше врагов за отведенное время, тоже противостояние двух фракций. И необходимый захватывать аванпосты, наконец те же сейфхаусы, служащие одновременно точкой сохранения и складом снабжения. Однако разработчики внесли ряд существенных поправок, благодаря которым по всем этим появился смысл. Во-первых, теперь есть смысл захватывать аванпосты. Враги там больше не возрождаются, и каждая такая точка становится вашей перевалочной базой. Во-вторых, авторы очень удачно добавили в игру симулятор охотника и травника. Здесь появилась новая своя экосистема, в рамках которой в разных местах карты обитают разные животные и растут разные растения. Последние мы, понятно, используем, чтобы делать всякие медпрепараты и зелья. Но и все эти кабаны, олени, леопарды, ящеры, собаки, овцы и бойволы, носятся по тропическим лугам, полям, рекам. Не просто так, а опять же со смыслом. Каждая животина тут – это не только деталь, создающая нужную атмосферу, но и 3-4 килограмма полезных ресурсов. Нас, как и в готике, буквально заставляют охотиться и сдирать шкуры, потому что потом из них можно изготовить массу жизненно важных вещей, позволяющих увеличить емкость рюкзака, кошелька, пояса для гранаты или зелья. Поначалу, мы даже не можем нести больше одного вида оружия. Хотите больше – будьте добра, свяжуте пару овец. В-третьих, исследовать мир, выполнять клонированные задания, захватывать и открывать новые участки карты хочется еще и потому, что все это приносит деньги. Они, Фаркрай, им нужны, как воздух. Цены на оружие и апгрейды к стволам откровенно кусаются, сложность постепенно увеличивается и поэтому здесь всегда есть на что тратиться. Конечно, при большом желании можно пройти сюжет, особо не отвлекаясь на охоту, травничество, собирательство, второстепенные побегушки, но сделать это будет сложнее, чем в других сэндбокс играх. Да и сам мир монитой затягивает. Это, конечно, еще не Скайрим, но уже где-то рядом здесь можно случайно наткнуться на какие-то заброшенные храмы и пещеры, увидеть, как тигр убивает буйвола, а собаки радостно гоняют овец, подслушать интересные разговоры между NPC или заметить, как сутенер отчитывает проститутку около борделя. Да и помимо однотипных квестов, встречаются более интересные и даже ироничные задания. Одно из них, например, пародирует Ромео и Джульетту. Впрочем, даже если бы в Far Cry 3 не было за лихватского сюжета и живого мира, мы бы все равно высоко ценили ее, собственно, за экшен. Здесь банально интересно стрелять, убивать, тихо подкрадываться сзади и использовать самые разные виды оружия. Шутер из игры получился такой же яркий, безумный, изобретательный, харизматичный, как и сюжет. Можно, например, открыть клетку и спустить на врага тигра или поджечь один кустик или дом, и увидеть, как огнем занимается все, включая вас и поджаривающихся на бегу противников. Кроме того, 3 ветки умения позволяют не только эффективнее использовать медпрепараты, быстрее бегать дальше, плавать под водой или экономнее собирать травы, но и открывать очень эффектные способы смертоубийства. Вы можете прыгать с крыш и лестниц на врагов, убивать их друг за другом в смертельном ножевом комбо, а потом еще выдернуть чеку гранаты в кармане трупа и бросить тело к остальным. При этом враги чрезвычайно умны и изобретательны. Они охотно используют те же гранаты и преследуют вас на джипах, также сражаясь с ними. Одно удовольствие. Вот разве что во время пряток противники откровенно тупят и поддаются. Почти всегда стоят к вам в спину и даже в паре метров ничего не замечают боковым зрением. Наконец, дополняет оптимистичную картину мультиплеер и кооператив, которые тоже получились очень насыщенными эффектными. Кооператив представляет собой отдельный режим с новыми, но не менее яркими персонажами, а в мультиплеере вы, числе прочего, можете сбрасывать на противников галлюциногенные газы, заставляющие их атаковать друг друга. Одним словом, Far Cry 3 вполне можно назвать званием игры года того времени, не за яркий экшен, живой мир, стиль и увлекательный сюжет. Все это мы по отдельности увидели и других не менее сильных претендентов. А за то, что все это здесь существует в отличной гармонии, не забудь подписаться на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok